приветствую! вашему вниманию видеообзор портативного телескопа svboni sv501p с помощью которого можно наблюдать за земными объектами и животными а также небесными телами он оснащен многослойной стеклянной оптикой для обеспечения четких и ярких изображений оснащен компактным и крепким алюминиевым штативом и портативным рюкзаком что очень удобно для путешествий и хранения в обзоре покажу также примеры съемки как видно через него для начала поговорим о сценариях использования этого небольшого телескопчика даже если у вас есть более крупный и более дорогостоящий телескоп этого малыша вы можете легко взять с собой в поездку на море или на природу в гости к друзьям или показать им луну звездное небо телескоп также можно использовать в образовательных целях как школьный телескоп или в работе кружков и он не займет много места объектив 70 миллиметров с просветлением фокусное расстояние 400 миллиметров светосила 5 и 7 искатель 5 на 24 но о нем мы еще вспомним ко мне телескоп пришел в комплекте с одним окуляром и призмой и на комплектном окуляре и на комплектной призме есть внутренняя резьба то есть можно накрутить дополнительно светофильтры рекомендую докупить окуляр 10 миллиметров и линзу барлоу 2x такой комплект даст увеличение 20 40 и 80 крат для наблюдения планет вы можете докупить окуляр 4 миллиметра что даст увеличение 100 крат но я бы предостерег вас от ожиданий что в этот телескоп вы увидите планеты подробно но все же спутники юпитера будут видны кольца сатурна и фазы венеры также при использовании качественных окуляров конечно в свое время в детстве я увидел впервые в жизни спутники юпитера в подзорную трубу с увеличением 20 крат и объективом всего 50 миллиметров до сих пор спустя почти три десятка лет я помню ту ночь и те впечатления никакие снимки из интернета и ролики с ютуба не заменят собственных впечатлений и наблюдений даже в небольшие оптические приборы рефрактор это оптическая система прибора на основе линз это неприхотливый оптический прибор однако недостатком бюджетных телескопов рефракторов является хроматизм изображения радужная каемка то есть всматриваясь в мелкие детали изображения можно заметить как белая звезда имеет цветные ореолы рассмотрим внимательный телескоп место крепления телескопа довольно универсальное имеет как ласточкин хвост так и резьбу для посадки на фотоштатив на хвостовике фокусера имеется адаптер с Т-резьбой для установки фотоаксессуаров то есть через стандартное кольцо Т-переходник на телескоп можно без проблем установить зеркальную фотокамеру призма 45 градусов которая входит в комплект дает прямое и не перевернутое изображение то есть как мы видим глазом в бинокль или подзорную трубу такая ориентация изображения наиболее хорошо подходит для детей и новичков в астрономии для тех у кого еще небольшой опыт ориентации по звездному небу для наблюдения земных объектов с этим телескопом призма незаменима но если вы захотите при наблюдении небесных светил ее убрать то вы столкнетесь с проблемой если убрать призму и поставить окуляр то хода фокусера просто не хватает чтобы сфокусироваться на бесконечность я поставил втулку от линзы барлоу то есть выкрутил линза блок из барлоу и даже в такой комбинации длины фокусера хватило с условием что саму втулку и окуляр в ней я дополнительно вытащил на несколько миллиметров с диагональной призмой конечно этой проблемы не будет она будет работать как удлинитель я бы не назвал это проблемой скорее особенностью вызванной компактностью телескопа видео обзор был бы неполным без примеров съемки камерой смартфона через окуляр я сделал несколько съемок днем и ночью вот вид луны через родной окуляр который шел в комплекте это луна через окуляр 10 миллиметров и через 10 миллиметров окуляр и двухкратную линзу барлоу звездное скопление плеяды из созвездия тельца сложено 3 кадра каждый по 2 секунды ISO 800 туманность ориона на скорую руку сложено 4 кадра с экспозиции 1 секунда ISO 1600 отправились на природу днем на прогулку с телескопом также попробовал съемки днем в городе расстояние до наблюдаемого собора 678 метров при наблюдении в телескоп на этом штативе или любом другом фотоштативе вы столкнетесь с проблемой наведения телескопа на цель после того как вы навели телескоп на цель и зажимаете винты на штативе телескоп под своим весом немного опускается назад к этому придется привыкать и со временем вы будете понимать что прицелиться нужно чуть ниже или чуть выше наблюдаемого объекта с учетом того как опустится после телескоп если в телескоп установить линзу барлоу и тяжелый окуляр то труба опускается еще сильнее а если закрепить на окуляре смартфон то проблема еще серьезнее это связано с тем что на фотоштативе телескоп не сбалансирован а с дополнительным грузом в фокусировочном узле возникает вопрос как его сбалансировать это отдельный разговор я думаю над этим можете написать в комментариях как вы это делали если делали то есть в районе объектива надо разместить определенный дополнительный груз возможно плоские кусочки свинца под черной изолентой и так плюсы компактность латунное компрессионное кольцо легкий аккуратный рюкзак крепкий небольшой фотоштатив который вам также пригодится и для крепления смартфона и съемки небольшими фото и видеокамерами минусы хроматизм но учитывая цену это скорее нюанс а не минус проблемы с балансировкой и сновидением при больших увеличениях но конечно можно приловчиться со временем искатель так себе поможет наводиться днем или ночью на луну или яркую звезду планету нехватка длины фокусировочного узла для наблюдения без призмы как говорил решается втулкой от линз Барлоу или отдельно купленной втулкой удлинителем у меня этот телескопчик оставил в общем хорошее впечатление недостатки его можно легко списать на компактность и дешевизну я уверен вдали от города в отсутствие засветки этот телескоп подарит море впечатлений от наблюдений небесных светил и ребенку и неискушенному взрослому надеюсь мой обзор был вам интересен тогда жмите лайк смотрите видео на канале всем удачи и ясного неба! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok